Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов Ребедиос Варо Уранго, испанская художница, представительница сюрреализма. Родилась в себе инженера гидравлика, получила образование в монастырской школе. В 1924 году в возрасте 15 лет при поддержке отца поступает в Академию Сан-Фернандо. Во время обучения знакомится с Гарсио Лоркой и Сальвадором Дали. В 1930 участвует в коллективной выставке, организованной Союзом художников Мадрида. Окончив обучение в Академии, Ребедиос первый раз выходит замуж за одного из сокурсников, с которым Агота уезжает в Париж, где знакомится с группой сюрреалистов. После возвращения в в 1932 году некоторое время работает в Барселоне рекламным художником. В 1935 встречает Эстебана Франца, который помогает ей войти в круг художников-сюрреалистов. Оставив своего мужа, Варо включается в художественную группу логикофобистов, задача которых заключалась в отражении внутренних ментальных состояний души с помощью форм, представляющих данное состояние. Хотя Варо и признает, что логикофобисты не были настоящими сюрреалистами, в 1936 году она участвует в выставке группы в Барселоне. Там художницы знакомятся с французским поэтом-сюрреалистом Бенджаменом Пере, приехавшим в Испанию поддержать республиканцев. Они поженились, поселились в Париже в 1937 году. Именно Пере помог Ремидиус Варо войти в круг сюрреалистов Андрея Бретона и познакомиться с такими художниками, как Леонора Каррингтон, Дора Мар, Роберто Матта, Макс Эрнс. В 1938 Варо приняла участие в международной сюрреалистической выставке. Ее парижские работы весьма немногочисленны. Возможно, это было связано с тем, что женщины никогда не воспринимались всерьез, как художники-сюрреалисты. Она пишет «Я была вместе с ними, потому что чувствовала определенную близость. Сегодня я не принадлежу никакой группе. Я рисую то, что происходит со мной. И это все». Тойт отметит, что Варо сохраняла хорошее отношение со всеми мужчинами, прошедшими через ее жизнь. Незадолго до бегства в Мексику, в документальном фильме о лагерях французских беженцах, она случайно увидела своего первого мужа, Херардо Лизарагу. Начав активную деятельность по его освобождению, художница практически спасает ему жизнь. В 1941 году Варо и Бенджамен Пере, как и многие другие деятели искусств, покидают Париж и уезжают в Мексику, где художница знакомится с Фридой Калло и Диего Ривьерой и близко сходится с Леонорой Карингтон. В Мехико она работает с ассистентом Марко Шагало над дизайном костюмов для постановки балета Олега, премьера которого состоялась во Дворце изящных искусств в 1942 году. В 1947 Пере возвращается в Париж, а Варо продолжает жить и работать в Латинской Америке, в том числе как рекламный художник. Два года художница проводит в Венесуэле в рамках научной экспедиции по изучению малярии Французского института стран Латинской Америки. В качестве энтомологического иллюстратора, изучая труды Блаватской, Гуджиева, Успенского, Фрейда, Юнга, ее интересовала магия, мистика, средневековая алхимия, что проявилось в ее картине. Была поклонница научной фантастики и научно-популярной литературы, в частности книг Айзека Азимова. В 1952 художница выходит замуж за издателя Вольтера Грюена, австрийца бывшего узника нацистских концлагерей Европы. Он был самостоятельным человеком, верил в талант Варро и оказывал ей поддержку, которая позволила художнице полностью посвятить себя живым. Ее работа успешно выставляется в Мексике, США. Аллегорическая природа большинства работ Варро сходна с картинами Иеронима Боско и некоторые критики описывают ее искусство как постмодернистскую аллегорию. 8 октября 1963 года в возрасте 54 лет на пике своей карьеры Ремидиус Варро Уранга умерла от инфаркта. Ну вот так вкратце из переводной википедии о испанской художнице, представительнице сюрреализма Ремидиус Варро Уранга. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова